Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы с вами на православном канале Экзегет продолжаем цикл наших бесед о крещении Руси. И вот теперь настало время поговорить о том, как эта принятая новая вера распространялась по остальным пределам древнерусского государства и какие изменения принятия новой веры принесло с собой в жизнь и собственно князя Владимира и всего его государства. Ну начать надо с того, что как уже говорили для жителей Руси и в первую очередь для жителей Киева пример князя и его окружение, ближайшего дружины, являлся во многом определяющим в вопросе выбора веры, в вопросе того, чтобы и самому этому населению принять крещение. Оно было подготовлено к принятию крещения, как мы говорили, проповедью, полугудовой проповедью славянского духовенства, что было очень важно и тоже входило, собственно говоря, вот в весьма мудрые и на самом деле рассчитанные на множество шагов вперед планы князя Владимира по преобразованию его государства, его отечества. И поэтому, собственно говоря, и жители Киева, да, укрепляли себя в предстоявшем им деле принятия веры, ну по крайней мере та часть, которая веру еще не приняла. Мы знаем, что на самом деле в Киеве было большое количество уже традиционных христиан, которые жили там уже не одно десятилетие, а может быть даже и столетие. И на самом деле традиция существования христианства и христианских храмов в Киеве имела место задолго до князя Владимира. Но вот та часть, которая еще не приняла крещение, она перед этим судьбоносным событием укрепляла себя им, например, князя Владимира и его окружение. Люди говорили себе, если бы эта вера не была лучше, не приняли бы ее князь и бояре. Вот в этом выразилась та действительно руководящая роль аристократии в сознании людей, та роль и тот психологический момент, механизм, о котором мы как-то совершенно уже забыли в нашем одичании последних десятилетий нашей жизни, когда мы были совершенно лишены какого-то примера подаваемого аристократии, как и этой аристократии как таковой. И поэтому, в общем-то, в этом смысле нам зачастую себя, может быть, трудно поставить на место людей того времени. Но тем не менее вот и для самого князя Владимира и для его окружения в выборе веры точно также очень много значил пример его родной бабки Ольги, который тоже оказал в какой-то момент решающее влияние на выбор им и его дружины, его администрации веры, когда его, так сказать, советники говорили о том, что если бы эта вера христианская не была лучше, то не приняла бы ее княгиня Ольга, а неизвестно, что она была мудрейшая женщина. Вот так примеры аристократии способствовали тому, что значительная часть населения мирно и добровольно соглашалась на принятие крещения, будучи вполне убежденной, что у людей, которые ей руководят кругозор, несомненно, шире, опыта больше и доверяя свою жизнь этим людям и свою веру вот их руководством. История о том, что Русь якобы была крещена огнем и мечом, что она, что это крещение было совершено каким-то таким совершенно насильственным образом, она на самом деле является полностью вот таким вот, как сейчас говорят, фейком, выдумкой. Ничего подобного на самом деле на Руси не происходило. Вот эта крылатая фраза о крещении огнем и мечом заимствована всего из одного источника, из так называемой иакимовской летописи. Ну, помимо того, что, в общем-то, это документ, который вызывает определенные сомнения относительно своего происхождения, скорее всего, был поврежден какими-то более поздними вставками и далеко не всегда передает действительно 100% такую вот информацию, в которой мы можем быть уверены, которую можем принимать на веру как исторический источник. Есть еще и другое очень важное такое соображение. Дело в том, что иакимовская летопись адресует эту фразу, опять же, на самом деле искаженную, именно к обстоятельствам крещения только лишь Новгорода. И относительно Новгорода говорится о том, что Добрыня крестил новгородцев огнем, а Путята его помощник и соратник мечом. Вот каким образом представлено это выражение в тексте, собственно, иакимовской летописи. И действительно, вот подобного рода репрессивные меры были характерны только для одного случая в истории Руси, для склонения даже не столько к принятию крещения как такового новгородцев, сколько было вынужденной меры для того, чтобы сломить наиболее агрессивную и воинствующую часть новгородских язычников. Дело в том, что Новгород наряду с Киевом являлся также одной из столиц вот этого союзного древнерусского государства, как назвали его наши историки, Руси. И для князя Владимира утверждение своей власти в Новгороде было, в общем-то, таким вопросом и политического, и любого другого выживания. Новгород должен был оставаться подчиненным ему городом, иначе это грозило просто очередным разделом единого государства, возможным отложением Новгорода к Скандинавии и очередной гражданской войне, войной и религиозной войной на территории уже всего государства. Вот этого допустить было ни в коем случае невозможно, нельзя, и поэтому вооруженное сопротивление агрессивной языческой части вольнолюбивого и во многом именно приверженного своей языческой стороне города было сломлено достаточно вот такими решительными действиями, присланной туда киевской дружины под руководством дяди, воспитателя и такого наиболее доверенного лица князя Владимира, его родственника Добрыни. Добрыня, прекрасно зная новгородцев, будучи сам долгое время жителем этого города, прекрасно понимая, на что они способны, на что готовы, каким образом можно их подчинить, проводят вот эту быструю довольно локальную карательную операцию и уничтожает возмущение вот того класса, который существовал на тот момент в Руси только в единственном месте, в Новгороде, класса профессионального жречества. После того, как Киев отказался от своих попыток утвердить вот такую государственную форму языческой религии и распространить ее на всю территорию Руси, эти языческие жрецы вернулись обратно в Новгород, откуда, собственно, и были приглашены и привезены Владимиром, и именно там вот возник такой очаг их идеологической крепости и их, в общем-то, какой-то такой духовной и земной власти. Поэтому Новгород являлся вот таким, наверное, уникальным местом на территории Руси, где вот подобного рода попытки были организованы, во-первых, подкреплены идеологией, подкреплены ее носителями и выразителями в виде вот этих языческих жрецов. И поэтому это вот являлось вот именно такой вот своего рода раковой опухолью на территории государства, которое можно было только оперировать, только резать. Других вариантов для его удаления ради мира всего государства не было. Ни один из городов, остальных городов государства князя Владимира, по крайней мере во время его правления, да и позже таких случаев неизвестно, не был подвергнут насильственной христианизации. Князь Владимир был достаточно мудрым человеком для того, чтобы не пойти на подобного рода шаги. Более того, он хотел быть христианином не просто формально, не просто с внешней стороны. Он хотел быть христианином именно в своей душе, в своей жизни и во всей своей деятельности. Это подтверждается вообще тем характером, которое приобрело правление князя Владимира. Ну, известная история о том, что Владимир распускает весь свой легендарный гарем, которому летописцы приписывают такие библейские масштабы, сравнимые с гаремом царя Соломона, между которым и князем Владимиром проводят некие такие, отчасти оправданные параллели, оставляет у себя только одну свою жену, царевну Анну, от которой у него рождается его святое потомство, князя Борис и Глеб. Помимо этой меры по преобразованию своей внутренней, личной, частной, дворцовой жизни, князь Владимир заводит у себя такое, несомненно, христианское и очень ярко характеризующее его обыкновение, как устройство трех столов на собственном княжеском подворье. За первым он угощает свою дружину, за вторым духовенство, а за третье стол собирает нищих и убогих людей со всего города, которые знают, что на двор князя Владимира Красное Солнышко всегда может прийти любой обездольный, любой странник, и князь, выполняя христианскую заповедь гостеприимства, будет не только кормить его за своим столом, но и сам прислуживать за этой трапезой. Удивительное смирение великого властителя. Он не просто оказывает благотворительность, он сам хочет быть ее частью. Неужели это не рисует князя Владимира как истинного искреннего христианина? Если же противникам подобного взгляда на князя Владимира этого недостаточно, напомним и о другом весьма важном моменте. Князь Владимир отказывается от исполнения некоторой части своих обязанностей как властителя, избегая выносить смертные приговоры даже тем из своих подданных, которые по суду, по существовавшей на Руси правовой системе, а надо сказать, что она имела место задолго до князя Владимира, и правда Руси, да, то есть свод законов на Руси существовал еще во времена походов князя Игоря и князя Олега. Князь Владимир отказывается подвергать смертной казни даже явных преступников. Необходимость отправить своего гражданина, которого он воспринимает как свое духовное дитя, на смерть, вступает в диссонанс с вот такой доброй, христолюбивой душою милостивого князя Владимира, как не случайно его на протяжении столетий, веков, потом называют былины киевского богатырского цикла, сохранившие в течение веков вот эту эпическую память о христианской добродетели князя. Так что, в общем-то, даже духовенству, высшему духовенству с поддержкой лучших людей государства приходится прийти к князю Владимиру для увещания и убеждать его в том, что вынесение смертных приговоров является хоть и печальной, но крайне необходимой меры для поддержания порядка в государстве, и он должен, несмотря на собственное отношение к этому вопросу, тем не менее, как правитель, принимать вот такие непростые и тяжелые решения. Дикий воин-язычник, которого приходится духовенству упрашивать, выносить языческие приговоры, ну, трудно привести более еще убедительный пример, который свидетельствует о том внутреннем перерождении, подлинно христианском перерождении, которое произошло с князем Владимиром. Поэтому никакой речи о насильственном обращении в христианство со стороны такого правителя, подлинно христианского, каким был князь Владимир, ну, просто, конечно, не может идти. Не может идти никакой речи о подобного рода репрессивных мерах. Новгород — это совершенно отдельный, исключительный пример, где пришлось пожертвовать жизнью отдельных людей для того, чтобы это не вылилось в тягчайшие страшные последствия для всего государства, не вылилось в новую гражданскую, кровопролитную религиозную войну. Во всех остальных местах, даже в остальных языческих городах, ничего подобного не происходит. Там, как правило, крещение принимает именно Русь, то есть именно представители, ну, вот этой воинской элиты. Крещение принимают славяне, которые к этому уже в значительной степени расположены. Большая же часть, например, финно-угорского населения продолжает оставаться в родном для себя язычестве, примером, чему могут служить города Ростов и Муром. Это наследные города, которые получили в свое правление Борис и Глеб, и это их княжеские уделы, в которых оба князя никогда не правили. Потому что и там, и там большинство населения было языческим, и оно не принимает христианских князей, сыновей князя Владимира. Дружина предлагает князям Борису и Глебу решить этот вопрос, вопрос на самом деле политический уже, вопрос, перенесенный в политическую плоскость, поскольку непринятие представителей, сыновей верховного князя, присланных княжить в этот удел, это, в общем, акт такого явного гражданского непоминовения. Вот именно его предлагают подавить на корню дружина. Оба князя, князья отказываются от подобной помощи, от подобного рода воздействия на своих сограждан. Почему? Потому что они выросли в христианском Киеве. Они выросли на примере своего отца. Они впитали его подлинно христианскую мудрость. Они прекрасно понимали, что принятие веры может быть только шагом свободным. Пускай это займет более продолжительное время, но это будет не вынужденно, а значит, не лицемерно. Они не желают лицемерного христианства для своих подданных. Они желают того, чтобы подданные сами в тот момент, когда будут готовы, приняли этот шаг. И вот это прекрасно характеризует князя Владимира и его потомков с точки зрения именно отношения к христианству и восприятия. Это черта, которая самым кардинальным и решительным образом отличает их психологию, их деятельность от подобного рода примеров, которые происходят в параллельной реальности западной римо-католической идеологии и подчиненном ей государствам. Это совершенно иная по своей сути картина. Итак, князь Владимир принимает крещение полностью, искренне, добровольно, всем сердцем сам и того же желает для своих подданных. Но в случае неповиновения, в случае нежелания этих подданных принять новую веру, вместить ее в свое сердце, что же, князь Владимир бездействует? Нет. У князя Владимира существует весьма продуктивная, весьма мудрая стратегия, долговременная стратегия, рассчитанная не на сиюминутный эффект, но на плоды, которые она принесет уже буквально в ближайших поколениях. Эта стратегия связана с тем, что князь Владимир делает свою ставку в распространении христианства на распространение образования. Потрясающая мудрость святого князя. Князь Владимир организует в своем государстве сеть школ для того, чтобы в эти школы в первую очередь были отданы дети местных элит. Естественно, совершенно понятно, что эти школы были школами церковными, поскольку за образец были взяты подобные же учебные заведения, существовавшие в Византии, где они в основном возникали, существовали на базе крупных монастырей. Например, в монастыре Федора Студита, знаменитом в Константинополе, долгие годы существовала знаменитая студийская обитель. И слово студент вполне возможно также происходит от названия учащихся этой самой студийской школы. Как, собственно, и вообще понятие учебы, изучения чего-либо. И, по крайней мере, имеет, так сказать, коннотацию, связанную с этой славной знаменитой обителью. Вот по этому образцу создает свои школы и князь Владимир. Это школы-интернаты, как и все монастырские школы. И очень поэтому характерна и любопытна та, так сказать, реакция, которая последовала среди родных и семей тех, кто принужден был таким княжеским повелением отдавать своих любимых чад в эти монастырские стены. Летописец замечает, что о них плакали как бы уже об умерших. Ну, понятно, на Руси, где не было еще традиционного примера монастырей, возникшие обители и возникшие школы воспринимались, так сказать, ну, как сейчас еще иногда говорят о людях, которые уходят в монастырь, что он похоронил себя заживо. Вот подобного рода восприятие существовало и у тогдашних родителей этих новоиспеченных учеников. Но, тем не менее, эта мера приносит свои просто потрясающие плоды. Мы видим, что благодаря вот этому повсеместному распространению образования Русь совершеннейшим образом преображается в течение, ну, буквально нескольких каких-то поколений. Необычайно быстро это происходит. И вытеснение язычества происходит естественным путем. Оно отмирает, оно уходит в прошлое, в небытие, именно по причине тех необычайно разумных мер, которые были приняты. Сначала нужно вырвать человека из его обычного, ограниченного, зашоренного язычеством и традиционной приверженностью ему кругозора. И тогда он сам, в общем-то, выйдет из этих связывающих его оков, как из той одежки, из тех портков и рубашек, из которых он добровольно выйдет сам, вырасти из них, когда они станут ему малы. Именно это и происходит на самом деле с Русью. Образование, преображение Руси идет необыкновенно быстрым, стремительным просто образом. И что самое важное, это образование ни в коей степени не остается элитарным. Через систему этих школ проходят не только представители аристократии. Образование становится совершенно необходимой и естественной чертой в жизни каждого жителя Древней Руси. Мы видим, что буквально в XI, XII и XIII веках вот это развитие образования приобретает такие масштабы, что задаешься вопросом, а были ли еще на Руси люди, которые бы не умели читать и писать вот в этот домонгольский период. Свидетельством этого являются, ну, как мы все прекрасно знаем, например, знаменитые новгородские берестяные грамоты. Что содержат эти документы? Да все, полностью весь спектр человеческой жизни того времени. Здесь и священные писания, здесь и хозяйственные деловые документы, здесь и шпионские донесения, здесь и любовная переписка, здесь и знаменитые тетрадки школьника Анфима. То есть мы видим, что полностью все сферы тогдашней жизни рядового новгородца, жителя новгородской земли, оказывались подчинены и связаны с вот этой вот поголовной грамотностью, с умением читать и писать. И это мы знаем благодаря особенностям новгородских почв, которые сохраняли такой материал, как бересту. Но это совершенно не означает того, что подобного рода примеров нельзя привести по отношению к другим, более южным областям древнерусского государства, где ни климат, ни, возможно, традиция не сохранила вот этих берестяных грамот. Зато там сохранились, например, граффити. И при реставрации церкви Святой Софии было обнаружено немалое количество надписей, которые, может быть, не свидетельствуют о большой уж прямо такой культуре тех, кто их писал, но, по крайней мере, о грамотности свидетельствует стопроцентно. Так, на стенах Святой Софии, кроме обыкновенных, так сказать, вырезанных там имен, сохранились даже целые эпиграммы, которые один прихожанин писал на другого, что его сосед и знакомец, так сказать, который с ним ходил в один и тот же собор во время церковной службы успе, то есть заснул, утомившись, видимо, продолжительным, хотя и красивым киевским богослужением. То, что это богослужение было прекрасно и красиво, свидетельствует высоким уровнем развития певческой культуры, которая на тот момент существовала на Руси, благодаря посольству византийских певчих. Были присланы византийские певчи, которые обучили своих славянских собратьей по вере всем премудростям и всем красотам византийского богослужебного пения. А надо сказать, что вообще на тот момент византийские музыкальные традиции переживают пору своего несомненного расцвета. Этот расцвет выражается и в появлении на Руси необычайно сложной, необычайно красивой формы так называемого знаменного распева, того его проявления, которое называется кондакарным пением. Пение-то настолько действительно сложно, что до сих пор с трудом поддаются расшифровке. Существует лишь небольшое количество примеров исполнения вот этого древнего, киевского и вообще древнерусского пения, по которым можно судить о действительно высоте и сложности певчевского искусства того времени. Необычайно и красотой отличаются и киевские храмы. Бурно идет развитие, ну и вообще храмы по всей Руси. Буйно идет развитие монастырского строительства. И монастыри опять же, в свою очередь, становятся училищами христианской нравственности для большого количества своих соотечественников. И опять же источником миссионерства, которое постепенно, десятилетия за десятилетием, век за веком, преображает внутреннюю жизнь всей Руси, преображает ненасильственно. Как мы знаем на примере многих святынь, многих святынь тот же языческий непокорный Ростов приобретается Христу миссионерскими усилиями и у великих святителей Исаия, Леонтия ростовских, первых из которых приходит и селится, будучи непринятым жителями Ростова на окраине, в Боге хижине и свой путь к сердцам жителей города провогает через сердца их детей, которые начинают во множестве собираться в его хижины, любят его рассказы, охотно его слушают, начинают пересказывать своим родителям. И когда возмущенные этой проповедью взрослые ростовские язычники приходят для того, чтобы уничтожить скромное жилище их первого епископа и святителя, то оказываются настолько поражены его христианской кротостью и в то же время его необыкновенной духовной силой, что постепенно и сами вслед за своими детьми приходят к необходимости принятия крещения. И постепенно город Ростов становится полностью русским городом. Интересная черта. Если раньше Русь означало, слово Русь означало викинга, участника кровопролитного зачастую похода за трофеями, за богатствами, впоследствии это же слово начинает означать собой представителя военной аристократии, то теперь буквально в XI веке, спустя совершенно небольшое время после крещения Руси, это слово означает православного. Город Ростов в XI-XII веках разделен на два конца. на русский конец, в котором живут все те, кто принял православие, и на тот конец, в котором живут Меря, в котором живут финно-угры. И как только представители финно-угорского конца вот этой части города принимают крещение, он тут же должен переселиться в русский конец. То есть русский уже в XI веке становится совершенно тождественным с понятием православный. Вот такая трансформация, такая перемена, которая происходит с этим понятием на протяжении его исторического существования с предположительно там восьмого или середины IX века и до начала XI. Вот таким образом постепенно, понемногу происходит это преображение Руси. Повышается грамотность, повышается образование, повышается эстетическая планка. Не только Киев знаменит своими храмами и хорами. Практически все кафедры, все крупные города заводят у себя пение на два клироса, один из которых по-славянски, другой по-гречески. Все они украшаются великолепными храмами, прекрасными образцами икон. Иконописцы появляются уже буквально, если не в первом, то во втором поколении новокрещенных славян. И мы видим, что, конечно, Русь становится необыкновенно мощным, развитым государством, в котором, в отличие от Западной Европы, практически все население поголовно грамотно. И здесь мы, кстати, не упомянули еще знаменитые находки в Южной Руси, которые также свидетельствуют об уровне грамотности поголовной практически всего населения. Это знаменитые находки прясел, то есть таких грузиков, которые использовались при девушками, при тканье ткани, при изготовлении ткани. И, естественно, каждый из этих прясел кому-то преднадлежали. Так вот, на всех этих небольших, как правило, каменных или сланцевых грузиках, они практически все подписаны именами их хозяек. Это говорит о том, что даже девушки на Руси ни в чем не отличались в этом отношении от мужчин и имели полное право быть грамотными, уметь читать и писать. Собственно, это же доказывают и новгородские берестяные грамоты, где девушки наравне с мужчинами пишут эти любовные послания, признаются в любви, доверяя их кусочкам бересты и свертывая, отсылая своим любимичам. Ну и мы видим пример, например, очень показательный княгинь Анны Ярославны, которая отправляется в Париж, везет с собой библиотеку. И до сих пор, на протяжении многих веков, там сохраняется знаменитая Римская Евангелие, о котором в течение столетий французы были абсолютно убеждены, что эта книга написана ангельским языком, принесена ангелами непосредственно с неба. Ну, первая же, так сказать, филологическая экспертиза убедила почитателей ангелов, что ангелы прилетели, по крайней мере, вместе с Анной Ярославной, поскольку текст Евангелия оказался абсолютно славянским. Это была книга, которую Анна Ярославна, по всей видимости, использовала постоянно в своем быту, в своей религиозной жизни, и все время читала, а после своей смерти завещала церкви. И таким образом Евангелие, эта книга, попала в знаменитый Римский собор, где читать ее было некому, кроме как ангелам. И поэтому она долгое время там хранилась в ризнице, как вот такая реликвия святыня, служа таким, в общем-то, обличением тогдашней Западной Европы, где латынь существенным образом ограничивала возможность доступа простого христианина к богатствам церкви, что и привело, кстати говоря, к такому стремительному развитию живописи и скульптуры, поскольку неграмотный прихожанин вынужден больше опираться на какие-то зрительные образы, чем на восприятие той силы священного слова, которая заключалась бы для него в Святом Писании, если бы он имел возможность его прочесть, его понимать. То есть, вот те потрясающие просто на самом деле перемены, которые произошли с Русью и которые характеризуют ее, ее население, именно как население христианское. Конечно, борьба с язычеством, постепенное изживание язычества продолжалось еще столетиями, но надо сказать, что это действительно во многом был процесс естественный, процесс, который совершался без особого принуждения, и совершался он не только на территории Руси, но и на территории соседней Скандинавии, ведь там буквально практически параллельно с крещением Руси происходят сходные события. Друг и соратник князя Владимира по его новгородской дружине Олаф Трюгвасон становится первым христианским королем Норвегии, начинает процесс обращения Норвегии в христианство, процесс, идущий не очень просто, не очень быстро, заканчивает, который его сын Олаф Святой, Олаф Толстый, подлинный, так сказать, просветитель Норвегии, в честь которого там до сих пор называют все, что можно, от главных улиц крупных городов и мелких поселков до аэропортов и кораблей, вот как у нас везде можно было встретить улицу Ленина, в Норвегии вы можете смело сказать, что самая главная центральная улица там обязательно будет носить имя Олафа Святого. Вот этот самый Олаф ценой своей жизни, значительную часть которой, надо сказать, он провел на Руси, на службе у князя Ярецлеева Ярослава, он завершает вот этот процесс христианизации Норвегии. При этом очень показательно и очень интересно вот та усталость от эпохи викингов, которая выразилась в истории Олафа Святого. Олафа нередко называли последним викингом, хотя это имя больше, наверное, пристало бы его единоутробному брату Харальду Хардраде, погибшему спустя 30 лет при осаде Йорка в попытках завоевания Британских островов. Так вот, Тинг, который собирается в ответ на известие о том, что князь Олаф, собрав войско, возвращается в Норвегию, принимает решение выступить навстречу князю и принять бой. На этом Тинге выступает местный епископ, который дает Олаф очень интересную характеристику. Он говорит о том, что всем известно, что Олаф викинг и вообще дурной человек. То есть, викинг и дурной человек в этом контексте начинают ставиться совершенно рядом, употребляться как синонимы. В этом выражается тот процесс усталости от эпохи викингов и той агрессивной языческой идеологии, которую она с собой несла. По свидетельству скандинавских саг, сами же скандинавы начинают на широкой территории уничтожать этих же самых вернувшихся после многочисленных войн и походов в берсерков. Почему? Потому что эти люди оказываются совершенно нетерпимы в быту. Они, вернувшись домой, начинают требовать себе все, чего не пожелают. Отдай мне твою дочь, она мне нравится, отдай мне твой участок земли, отдай мне твой доп. То есть они не спрашивают разрешения. Они воспитанные как захватчики, завоеватели просто требуют и забирают все то, что им приглянулось и понравилось. И, судя по скандинавским сагам, идет процесс вот этого истребления берсерков самим же скандинавским населением, что, естественно, не прибавляет популярности язычеству как таковому и вообще говоря, вот этой агрессивной идеологии эпохи викингов, которая выразилась в появлении этого исторического феномена. Но не только берсерки начинают мешать и утомлять населению скандинавии. На самом деле, в общем-то, важная такая черта и важная функция любой религии это защита исповедующего ее населения от всевозможных духовных аномалий. Религия это своего рода договор, система взаимоотношений с духовным миром, основанная на взаимных действиях, на, так сказать, действиях и противодействиях. мы делаем для этого духовного мира все то, что он требует в каких-то разумных пределах в обмен на то, чтобы этот духовный мир не проявлял каких-то своих таких пугающих, разрушительных, уничтожающих нашу жизнь сторон. На этом строятся все формы языческих религий, какого бы уровня развития они не достигали. Так вот, в Скандинавии, судя по скандинавским сагам, а по всей вероятности подобные же процессы происходят и на Руси, вот в этот последний период окончания эпохи викингов и период между, так сказать, сменой языческой идеологии на принятие христианства замечается огромное количество вот этих духовных аномалий, желающие могут обратиться, например, к очень яркому источнику в этом отношении к исландской саге о людях с песчаного берега. Исследователи считают зачастую вот те реалии, которые передаются этой сагой за какой-то такой вот фантастический элемент, за все вот эти описания. Ничего подобного. На самом деле вот подобного рода вещи действительно происходили и происходит. И вообще надо сказать, что вот такая фантазийность в передаче бытовых моментов никоим образом не характерна для скандинавских саг, которые зачастую наоборот с какой-то излишней, совершенно утомляющей, детализацией, отражают даже какие-то самые мелкие, сохраненные в память сказителей проявления этой самой жизни, но вплоть до того, что какой-нибудь там Эгель во время захвата какой-нибудь балтийской деревушки воруют там кувшин с пивом. Ну, какая необходимость сохранять такую деталь восторженным потомкам и почитателям не ясно, но тем не менее это стиль сага, они передают все даже самые мелкие зачастую подробности и детали тех или иных происшествий. Вот в этой саге с такой просто детальностью последовательно очень подробно рисуется череда этих духовных аномалий, которые постигают собою жителей вот этого песчаного берега, этого поселения, которое когда-то было основано в честь бога Тора, которым и столетия в столетие руководит один и тот же род, но они никак не могут справиться с тем, что происходит. Начинаются кровавые дожди, появляются какие-то фантастические существа, несущие собою смерть, давно умершие люди выходят из своих могил, заходят в свои дома, садятся за столы вместе со своими потомками, прогрессирует смертность еще живых, то есть жизнь людей превращается просто в какой-то кошмар наяву, они абсолютно не знают, что с этим делать. духовные аномалии выходят из-под контроля и никаких средств остановить их доступными способами, находящимися в арсенале язычества, у них просто нет. Что они делают? Они обращаются к своему вождю, к предводителю своего вот этого клана и своего поселения, и тот дает им совершенно потрясающий совет. этот язычник, потомственный жрец святилища Тора говорит им, а пригласите-ка вы христианских священников, пускай они обязательно принесут мощи и побольше святой воды и совершат крестный ход вокруг всего нашего поселения, а вас покрестят. И вот, собственно, ничего другого им не остается, кроме как отправить посольство, привезти из Норвегии духовенство с мощами, со святой водой, совершить все то, что им присоветовал их языческий жрец, который сам, естественно, вместе с ними принимает христианство и становится христианским епископом. Вот это механизм того, каким образом на самом деле население Северной Европы, в том числе Руси, вырастало из вот тех традиционных для себя условий языческой религиозности и принимало охотно и добровольно принимало вот эту новую христианскую веру. Подобного рода эпизоды на самом деле содержатся и в других сагах, и в других повествованиях. Есть подобного рода упоминания и в нашем фольклоре, и в нашем эпосе, но у нас немного другим было эпическое мышление, поэтому у нас такого документа как саги не было, и на нашей территории этого в таких подробностях и деталях отражено не было, но тем не менее у нас отражены моменты, когда последние, так сказать, пережитки язычества пытались каким-то образом поднять мятежи, какие-то волнения, так, например, повествуется, как в Белозере некие волхвы обвиняют пожилых женщин в том, что они скрывают зерно, то есть сковывают плодородные силы земли, таким образом вызывают неурожай, и это их проповедь приводит к повсеместному истреблению пожилых женщин на территории Белозере. Естественно, что подобное беззаконие вызывает реакцию христианских князей, один из них князь Глеб Святославич приходит в Белозере, встречается с этим волхвом, встречается с ним на мосту и, так сказать, испытывая его авторитет провидца, спрашивает о том, какое его по мнению этого волхва ожидает будущее. Волх говорит о том, что он будет проповедовать здесь и там, затем, так сказать, придет туда-то и, так сказать, продолжит свою языческую смуту. Князь Глеб, который во время этого разговора держит за спиной топор, говорит, что ничего подобного происходить не будет, достает топор и с одного удара отправляет язычника к его богам. Ну, в общем, нетрудно сказать, где оказывается после этого авторитет языческого провидца. И вот подобным образом постепенно происходит этот уход, это разочарование в язычестве среди тех, даже кто продолжал ему быть верен, кто продолжал его исповедовать, даже в каких-то таких дальних уголках Руси. Ну, опять же, пример которых говорит о том, что это самое язычество на Руси абсолютно не было, как это пытаются представить не у язычники белым, а пушистым, но, в общем-то, представляло из себя достаточно темную и разрушительную стихию, что доказывается примерами и других государств и Руси, которые, на виду также с Руси, в это время принимают крещение, становятся христианскими, это касается и Швеции, и Норвегии, и Дании, это касается и финнов, значительная часть которых до начала XVII века и карательных экспедиций братьев отца и сына Делагарди исповедуют православие и пеют православные богослужебные книги, написанные на их родном финском языке, ну и вот это вообще черта христианского русского сознания, православного сознания, вот это стремление дать веру как пищу сердцу, пищу уму, как не просто повесить на человека ярлык христианина, но сделать его христианином по всей жизни, по всей его душе, по всей его деятельности, что и произошло с нашим Отечеством и за что мы до сих пор благодарно славим нашего духовного отца и прародителя, святого равнопостольного князя Владимира и приносим наше искреннее почитание, выражаемое сейчас и в церковных богослужениях, посвященных ему, и в наших домашних молитвах, которые, несомненно, должны приносить ему за все наше Отечество, в том числе и ту его часть, которая сейчас пока отказывается от своей русскости, но которая, тем не менее, носит себе колыбель нашего крещения и является матерью всех городов русских. Додаст Господь нам того же мира и того же согласия, которое пытался привнести князь Владимир и в свою жизнь, и в жизнь столь любимого им Отечества, подлинным создателем и устроителем которого мы по праву и с благодарностью можем его считать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси 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 Продолжение следует...